Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроках биологии. Мы продолжаем изучение растительного мира. Тема сегодняшнего урока – разнообразие растений по их внешнему виду, жизненные формы растений, такие как деревья, кустарники, травы, многолетние, туалетние, однолетние, распространение семян и плодов в природе. Сегодня на уроке познакомимся с жизненными формами растений, научимся отличать однолетние, двулетние и многолетние растения, изучим способы распространения семян, плодов. Ботаника – наука, изучающая жизнь растений, внутреннее и внешнее строение, распространение на поверхности земного шара и в мировом океане, взаимосвязь с окружающей природой и друг с другом. Мир растений крайне разнообразен. Это и водоросли, которые можно увидеть в микроскоп. Это и секвои и эвкалипты, достигающие высоту более 100 метров. Это и знакомые нам растения, которые мы видим вокруг. Различают также растения по продолжительности их жизни. Можно встретить дубы, которым более тысячи лет. Но есть растения, живущие всего несколько месяцев и даже дней. Растут они на безводных пустынях. Множество растений живет в морях, океанах, озерах, прудах и реках. Большинство растений обладает зеленой окраской, но некоторые не имеют ее. Растут они в безводных пустынях и на топких болотах, высоко в горах и в глубоких ущельях. Культурные растения люди выращивают на полях, в садах, огородах. Ученые различают следующие жизненные формы растений. Деревья, кустарники, травы. Дерево – это многолетнее растение, имеющее один крепкий большой и разветвленный ствол. У деревьев различают крону, ствол и корни. Примером могут служить как причудливые бообабы, так и хорошо знакомые нам тополя. Деревья по виду листьев делятся на хвойные и лиственные. Хвойные отличаются обычно жесткими, вечно зелеными, игловидными или чешуйчатыми листьями, называемыми хвоей или иглами. К этой группе относятся сосны, ели, пихты, лиственницы, кипарисы, секвои. Широколиственные деревья имеют широкие и плоские листья, у которых толщина значительно меньше длины и ширины, обычно опадающие раз в год. Широколиственные или просто лиственные деревья обычно цветут и плодоносят. К этой группе относятся клены, буки, ясени, эвкалипты и другие. Деревья также делятся по сроку жизни листьев, на листопадные и вечно зеленые. Листопадные имеют четкую смену лиственного покрова. Все листья теряют зеленую окраску и опадают. Зимой дерево стоит без листьев, весной из почек вырастают новые листья. Дуб обыкновенный. Существует более 500 видов этого растения. Обычная разновидность является самой распространенной. Дуб обладает массивными габаритами и мощными бетвями. Его крона очень густая из-за плотных и черешкообразных листовых пластинок. Вечно зеленые деревья не имеют четкой смены лиственного покрова. Листва находятся на дереве в любой момент года. Смена листьев происходит постепенно в течение всей жизни деревьев. Например, кипарис вечно зеленый. Драконовое дерево. Растение рода драцена. Произрастает в тропиках и субтропиках Африки и на островах Юго-Восточной Азии. Драконовое дерево получило такое название из-за смолистого красного сока. Внешне это чудо природы напоминает вывернутый наизнанку зонтик с зеленой шапкой листвы и массивным стволом, который достигает высоты до 20 метров. Деревья могут жить до 7-9 тысяч лет. Баобаб. Вид деревьев из рода Адансония. Семейство Мальвовы, характерное для сухих саван тропической Африки. Одно из самых толстых деревьев. Диаметр ствола достигает 8 метров, высота 25 метров. Местные жители нашли применение практически любой части Баобаба. Из его коры изготавливают прочное волокно. Молодые листья добавляют в салаты, сухие используют как специи. Цветочная пыль используется для изготовления клея. Из семян плодов варят заменитель кофе, а из золы сожженного плода готовят мыло и масло. Жакаранда. Дерево с красивыми фиолетовыми цветами, которое является драгоценностью Австралии и Новой Зеландии. В роду насчитывается около 50 видов этого дерева. Вечно зеленые деревья растут в основном в тропической и субтропической зоне. Некоторые виды жакаранда являются источником довольно ценной древесины. Секвоя. Монотипный род древесных растений семейства кипарисовые. Естественный ареал рода Тихоокеанское побережье Северной Америки. Отдельные экземпляры секвоя достигают высоты более 110 метров. Это одни из самых высоких деревьев на Земле. Гиперион. Экземпляр секвоя вечно зеленый, растущий в Национальном парке Редвуд в Северной Калифорнии, является самым высоким деревом на Земле. Высота его 115 метров. В Национальном парке секвоя в Калифорнии растет самое большое дерево на Земле. Генерал Шерман экземпляр секвоядин дрона гигантского, который является самым крупным и самым тяжелым живым организмом на нашей планете. Его высота 83 метра, а общая масса 1910 тонн. Дерево жизни. Настоящее чудо природы растет в пустыне Бахрейна. Совершенно непостижимым образом вот уже 400 лет растет одинокое дерево акации в месте, где нет ни поверхностных, ни грунтовых источников воды. Дерево жизни дает неплохую базу местному населению для формирования легенд. По одной из них на этом месте когда-то давно был райский сад Эдем. И это дерево единственное, что выжило до наших дней. По мнению ученых, корни дерева могут уходить на глубину до 50 метров, где они и находят источники воды. Глициния. Род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства Бобовы, с крупными кистями душистых лиловых цветков. В Японии в парке города Тачиги находится самая красивая глициния в мире. Это дерево посажено примерно в 1870 году. Ветви специально поддерживаются таким образом, что они образуют цветочный зонтик. Радужный эвкалипт. Единственный вид эвкалипта в диком виде, произрастающий в северном полушарии. Эвкалипт радужный достигает высоту 75 метров. Сам вид отличается от других видов эвкалипта своей разноцветной корой. Сначала кора имеет ярко-зеленый цвет. Затем, созревая, она приобретает синий, фиолетовый, оранжевый и темно-бордовый оттенки. Хурупита гвианская. Вечно зеленое дерево семейства лицетисовые, произрастающие в тропических областях Южной Америки, на островах Карибского моря и в Южной Индии. Это дерево еще называют деревом пушечных ядер из-за его плодов. Плоды большие, сферические, содержат много семян. Созревают в течение 8-9 месяцев, затем падают и раскалываются при ударе о землю, обнажая белую желеобразную мякоть. Великий баньян. Дерево самой большой в мире площадью кроны. Находится в индийском ботаническом саду в Хаури. Великий баньян представляет собой фикус бенгальский. Возраст дерева составляет 200-250 лет. Благодаря большому количеству воздушных корней, великий баньян больше похож на рощу, чем на отдельное дерево. А вот если мы видим у растения несколько примерно одинаковых по размерам стволов, которые переплелись и питаются с одной корневой системой, это уже кустарник, например, сирень. Кустарники это деревянистые растения высотой от 0,8 до 6 метров, не имеющие возрастом состоянии главного ствола. У них несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга. Например, барбарис. Травянистые растения, также травы. Это жизненная форма высших растений. Травы имеют листья и стебли, отмирающие в конце вегетационного периода. Например, лютик едкий, календула лекарственная. Большая часть поверхности земли поросла травами, которые в науке делятся на однолетние, двулетние и многолетние. Однолетнее растение или однолетник – это растение, развитие которого, включая созревание, цветение и смерть, занимает один вегетационный период. Примеры однолетних растений – ромашка, послен черный. Двулетние растения – это травянистые растения, полный жизненный цикл которого составляет от 12 до 24 месяцев. Многолетние растения – это растения, живущие более двух лет. Алоэ настоящие. Этот вид освоился в южной половине Аравийского полуострова, в Северной Африке, в Марокко, в Мавритании, в Египте. Алоэ может существовать в условиях, когда другие растения вянут и умирают. В экстремальных ситуациях это растение закрывает поры, удерживая влагу внутри листа. У цветковых растений в связи со сложным строением различают органы, одним из которых является плод. Что же такое плод? Плод образуется на месте цветка. Для образования плода необходимы следующие процессы. Образование цветка, опыление, оплодотворение, образование плода. Плод – это важнейший орган размножения цветковых растений, образующиеся на месте цветка после опыления и оплодотворения. На какие группы делят плоды? Ученые придерживаются следующей классификации плодов. Сочные плоды и сухие плоды. Сочные – ягода, яблоко, костянка. Сухие – коробочка, боб, зерновка, семянка. Плод – это приспособление цветкового растения к распространению семян. Семена необходимо распространять, чтобы они не проросли рядом с материнским растением и не было конкуренции за питательные вещества, свет и воду. Какие же способы существуют распространения семян? Способы распространения семян – животными, ветром, самораспространение, водой, человеком. Итак, мы выяснили, что плоды нужно для распространения семян. А какое еще значение имеют плоды в природе и жизни человека? Бешеный огурец может достигать в высоту до 50 сантиметров. Это однолетняя культура. Когда плод полностью созревает, он выталкивает семена наружу. Причем это происходит с такой силой, что содержимое отлетает на несколько метров примерно около 10. Падая на землю, семя конкурирует с родителем за воду и свет. Шансов на успех гораздо больше, если семена разлетаются на дальнее расстояние, как у одуванчика. Его семена оснащены легкими парашютами, а семена сикамора – пропеллерами. Бешеный огурец выбрасывает свои семена с реактивной скоростью. Некоторые виды выстреливают ими как снарядами. Ветром могут распространяться только легкие сухие плоды. Для захвата ветра плоды имеют выросты. Это плоды березы, ясени, клёна. Сильный ветер может их сорвать с дерева только после полного опадания листьев. Итак, распространить. Некоторые степные растения образуют ветвистый, тонкий у основания стебель, который осенью по мере созревания плодов отмирает. Ветер отламывает растение у корня и перекатывает его. Такие растения называют перекатиполи. Гидрохория – это способ распространения семянных плодов водой. Плоды с твердыми оболочками могут распространяться по воде. Так плоды пальм, растущих в лесу, попадают в реки. Откуда с течением воды достигают моря. Морская вода не способна повредить твердую оболочку плода, который благополучно достигает суши, где и дает начало новому растению. Антропохория – это распространение семян растения с помощью человека. При перевозке различных грузов семена и плоды растений могут прилипнуть к тюкам или мешкам. При их разгрузке семена могут отпадать и прорастать. Также семена могут прилипать к транспорту. Перенос семян может происходить между континентами. Так из Европы в Америку был завезен подорожник, а из Америки в Европу – амброзия и ромашка пахучая. У одного вида растений могут сочетаться различные виды распространения плодов и семян. Так семена фиалки, помимо саморазбрасывания, распространяются муравьями, имеют питательные придатки, привлекающие муравьев. Плоды лопуха или череды снабжены острыми зубчиками или крючками. С их помощью плоды прицепляются к шерсти животных или одежде людей, которые разносят их на большие расстояния. Многие растительноядные животные принимают участие в распространении плодов. Они поедают разнообразные растения вместе с их плодами, которые затем выводятся наружу вместе с отходами жизнедеятельности. После этого растения прорастают в новых местах. Итак, мы выяснили, что плоды нужны для распространения семян. Посмотрим следующую схему, на которой видно, каково значение плодов в природе и в жизни человека. В природе это развитие семени, созревание семян, расселение растений, пища для животных, освоение новых территорий. В жизни человека продукты питания, корм скоту, лекарства, сырье в промышленности. Ребята, всем спасибо! Благодарю за ваше внимание! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова